Следствие закончено. Дело Федора Осадчева, заместитель и руководитель управления наркоконтроля по Забайкальскому краю, передано в суд. По версии следствия, чиновник нашел способ обогатиться на службе. Помог фигурантам уголовного дела вернуть изъятые сотрудниками наркоконтроля 6 миллионов рублей. В 2014 году, по нашим данным, от Осадчева через сотрудника УФСКН обратился один из фигурантов уголовного дела, которое расследовалось с сотрудниками наркоконтроля, с просьбой вернуть изъятые у него 6 миллионов рублей. И Федор Осадчев, используя свои знания, которые стали ему известны благодаря тому, что он занимает такую должность, он дал несколько советов фигуранту этого дела, в том числе, какие показания дать самому. На оперативном видео в момент задержания и обыска второе лицо Забайкальского наркоконтроля совершенно спокоен. Просит разрешения позвонить домой, достает документы. Да вы присаживайтесь, что это почему-то. Дальше места есть. Позже выяснится, за свои услуги Осадчев взял 250 тысяч рублей на двоих с другим сотрудником наркоконтроля. Дал рекомендации, которые завели бы следствие в тупик, в том числе найти лжесвидетеля. Максимальное наказание, которое грозит чиновнику до 4 лет лишения свободы. Именно Трофимова Николай Ошунков при содействии СУСК по Забайкальскому краю.